Привет, просветители! Вот вам небольшая загадка. В этом ролике позитивными будут только задний фон и загадка. И по поводу загадки я не уверен. Что общего между мной и каким-нибудь чиновником из местного департамента образования? Раз, два, три, время вышло. Мы оба ближе к концу года говорим о новых обязанностях бюджетников. Сюрприз! Разница только в том, что работник департамента приходит в восторг от очередной записульки. Ну, не ему же их заполнять. А я, комментируя новость, мысленно кручу пальцем у виска. Вот все отличия. Нет, серьезно, похоже, это уже какая-то новогодняя традиция. Приближается декабрь, получаем новость из регионов. Учителей заставляют мониторить соцсети учеников. Ровно год назад на моем канале вышел ролик, в котором я рассказывал о том, как в Татарстане педагоги должны были узнать, кто из их учеников состоит в группе политика, имя которого, скорее всего, все же не стоит называть. Не, ну а кто еще этим может заняться? Понятное дело, только учителя. На днях в Курганской области работников школы обязали проводить мониторинг социальных сетей. Говорят под Новый год, что не пожелается, то всегда произойдет, то всегда случается. Или вы хотите сказать, что учителя не об этом деда? Мороза просили. Сегодня мы с вами обязательно рассмотрим просто потрясающие памятки для школьных сыщиков. Куда ж без памятки? Это же практически такая же необходимая вещь, как и табличка. Только памятка. Способы воздействия на педагогов. Ну, вдруг не каждый мечтал в закрепленках учеников копаться? И мой личный фаворит, ответ директор департамента образования Курганской области. Вот с него и начнем, сразу же после сообщения от спонсора этого выпуска. Банком Тинькофф я пользуюсь уже несколько лет. У меня есть дебетовая карта, бизнес-карта, налоги я плачу с помощью Тинькофф-бухгалтерии. В общем, вся финансовая сторона моей жизни связана с этим банком. И облегчить взаимодействие с финансами мне и остальным клиентам банка позволяет голосовой помощник Олег. Вызвать его можно тремя способами. Открыть приложение и сказать «Привет, Олег!» или «Слушай, Олег!» Нажать на иконку микрофона или просто перейти в раздел «Чат». Что умеет Олег? Ну, естественно, в первую очередь работать с финансами. Переводить деньги по номеру телефона, управлять картой, консультировать по банковским вопросам. Олег, мои расходы за этот месяц. С 1 ноября по 30 ноября потратили. Ладно, давайте к чему-нибудь более позитивному перейдем. Олег может покупать билеты в кино, бронировать столики в ресторане, записать вас в барбершоп или салон красоты. Ну, а если вы вдруг заскучали, он может даже пообщаться с вами на философские темы или сыграть викторину. Чарли тоже решил с Олегом пообщаться. Для того, чтобы оценить все плюсы Олега, достаточно бесплатно оформить дебетовую карту Black. Или если вы, как и я, уже являетесь клиентом банка, просто зайти в приложение и пообщаться со своим ассистентом. Ссылка в описании. В комментариях меня достаточно часто спрашивают, а почему в нашем образовании и дальше какая-нибудь проблема. Не могу сказать, что сейчас вы услышите универсальный ответ. Слава России! Вот универсальный ответ. Павел, вы такой юморист, боже-боже, продолжайте. Но по-новому взглянуть на очень многие вещи, творящиеся в наших школах и вузах, позволяет знакомство с... С теми людьми, которые за образование и отвечают. Отличие от других подобных роликов в том, что сейчас вы услышите слова не какого-нибудь председателя Тюменского родительского комитета, не выступления одного конкретного учителя. Мы будем говорить о председателе департамента образования целой области. И когда я его ответ прочитал, мне сразу же в голову пришли мысли о рыбе, голове и неприятном запахе. Человек, отвечающий за образование целого региона, судя по всему, считает, что вот в этих его словах есть логика. Обращусь к родителям. Вы хотели бы, чтобы с вашим ребенком в школе работал педагог, которому безразличны дети? Это ответ на претензии общественности. Почему учителя должны следить за учениками после работы? Звучит хайпово, поэтому я тоже так попробую. Обращусь к родителям. Вы бы хотели, чтобы вашего ребенка лечил врач, которому безразличны дети? Это что ж получается? Осмотрел, выписал таблетки и все? С глаз долой и сердце вон до следующего приема? А вдруг ребенок, его пациент, состоит в группах пропагандирующих расстройство пищевого поведения? А если в инстаграме подросток следит за фанатами кофейных клизм и психосоматики? Напомню, врач давал клятву, в отличие от учителей. Неужели хорошему, любящему свое дело доктору, сложно раз в месяцок по соцсеткам своего участка пробежаться? Что, прям каждый врач с утра до ночи в поликлинике пропадает? Скажите, адекватный человек может с такими предложениями выступать? А вот к учителям с подобными идеями уже который раз подкатывают. И все норм. Неужели уважаемый Андрей Кочаров не понимает, что используя в качестве аргумента любовь к детям, можно вообще все родительские обязанности сбросить на классного руководителя? Ну а что, он же детей любит? Неужели сложно покормить, одеть, до школы довести, до дом проводить? Еще становится интересно. А согласны ли родители, чтобы в департаменте образования работали люди, которым безразличны дети? Что-то я не заметил, чтобы чиновники сами решили за мониторинг соцсетей схватиться. Андрей, вы что, детей не любите? Тетради вы не проверяете, к урокам готовиться не нужно, классного руководства у вас нет. Вот и сидите, тиктоки, мониторьте. Дальше лучше. В социальных сетях подростки ведут себя раскрепощенно. Часто на их страничках можно увидеть такие откровения, о которых не знают даже родители. Пришел фанат соцсеточек. Напомню, человек с подобной логикой возглавляет департамент образования. Следите за руками. Насколько известно, учителя не будут взламывать аккаунты школьников. Пока что. Педагог будет просматривать записи, размещенные в открытом доступе. Заходишь на страничку, читаешь. То есть особые знания и умения, ну кроме умения читать, не нужны. Внимание, вопрос. Почему то же самое не могут сделать родители? Почему этим должен заниматься человек, у которого еще 30 детей? Ну и плюс, скорее всего, дома. Свои ждут. У-у-у, откровения, о которых не знают даже родители. Но учитель заходит и сразу все понятно. Вот это тайна. А вопросов к родителям тогда не возникает, если достаточно просто зайти. А, у них времени нет. Они работают. А у нас все работают, куда ни плюнь. Ну, кроме учителей, врачей и, пожалуй, студентов. Вот три категории, которым вообще заняться нечем. К любой движухе можно привлекать. Ладно, оставим в стороне вопрос этичности мониторинга социальных сетей. Ответите на него сами. Вопрос о необходимости привлекать именно учителей. Я свое мнение уже высказал. Давайте поговорим об объеме подобной работы и критериях оценки контента. В России может появиться платформа для маркировки токсичного контента в интернете. По мнению автора идей, под понятием токсичный контент попадает информация о насилии, вреде прививок, радикальный феминизм, отказ от рождения детей, а также поощрение ЛГБТ и зоофилии. Отказ от рождения детей и отношения двух взрослых людей приравняли к зоофилии. Круто, чё. Если анализировать активность подростков в сети не для галочки, а у нас, увы, очень много чего происходит исключительно ради этой Галины, вы просто представьте, какой объем тиктоков, постов, роликов необходимо будет посмотреть. Второй момент. А учителя? Ладно, давайте признаем, естественно, все это повесят именно на учителей. Точно обладаю достаточной квалификацией, чтобы понять, какой видос должен заставить свистать всех наверх. Вот, к примеру, какая-нибудь Машенька сделала репост видео Никсель Пиксель. Земля тебе пухом, сестренка. На обложке красуется слово феминизм. Условная 70-летняя Марья Ивановна. Да что там Марья Ивановна? 30-летний шизоид Парфентич. Пришел о феминизме поговорить. Точно отличит радикальный феминизм от либерального или интерсекционального? Я слышу лопасти вертолета. Радикальный, вон уже почти зоофилия по новому определению. А если на странице 11-классника нашли видос некого Павла Остапова, Child Free? Мерзость. Родителям пора звонить? О, а вот целая подборка песен. Слушать каждую? И ладно, если это песни Моргенштерна. Сразу же комиссию собираем. А если вот это? Выжигая чувства крепким алкоголем. Это пропаганда пьянства? А если на странице 7-классницы? В табличку заносим? Лучше сразу же в тетрадь смерти. Чиновники, судя по всему, отлично понимают, что пробираться сквозь дебри рэпа и видосов со слаймами будут далеко не самые прогрессивные интернет-пользователи. Потому что как иначе объяснить наличие такого милого словаря памятки для учителей? Что-то там анализировать будут люди, которым приходится объяснять, что такое аватарка, лайф, репост, сториз, стикеры, хэштег. Интернет-джандармерия готова к бою. Давайте вместе проанализируем какую-нибудь страницу в ВК. На что вам, педагогам, надо обратить внимание? Алгоритм анализа аккаунта обучающегося в сети ВКонтакте. Имя пользователя, статус, аватар. Подробная информация. Дата рождения, родной город, место учебы, родители, братья, сестры, контактная информация, жизненная позиция, личная информация, подписки, музыка, видео, подарки. Частота и время посещений, активность на странице. Особое внимание обращать на время последнего посещения страницы. Фото со страницы пользователя. Наличие или отсутствие лайков, комментариев. Наличие отметок на фото других людей. Записи на стене. Особенное внимание стоит обращать на закрепленные записи. Авторов записей. Наличие комментариев. Друзья. Анализ аккаунтов выполняется по аналогичной схеме. Особое внимание уделяется пересекающимся фото, записям, схожей тематике постов, репостов, подписок на сообщество. Еще и по всем страницам друзей пройтись. Ну, что я могу сказать? Удачи. Я, конечно, не работник департамента образования. Слава тебе, Господи. Но мне кажется, что если шерстить все комментарии и по всем друзьям гулять, то времени на подготовку к уроку банально не останется. О личной жизни мы вообще не говорим. Какая личная жизнь? Вы детей любите. Это отдельная, самостоятельная работа. Учительница, поделившаяся с интернетом этими потрясающими рекомендациями, отметила, что если у ребенка закрытый профиль или нет страницы, то педагог обязан брать заявление у родителей. Ну и штрафы для классных руководителей, проворонивших опасный контент. А что это в современных реалиях? Бог его знает. Конечно же, тоже были озвучены на педсовете. И вот пока в Курганской области деятельность детей в интернете пытаются взять под школьный контроль, удачи. В Подмосковье родители призывают подписывать детей на аккаунты Минобразования. В Московской области в родительских чатах педагоги распространяют призывы подписывать детей на официальные аккаунты местных органов управления образованием в Инстаграме и во Вконтакте. Добрый вечер, уважаемые родители! Регистрируем наших детей в группах образования, Вконтакте или Инстаграм. Сделать это нужно обязательно, директор требует. Кто зарегистрировался, присылает личным сообщением, что зарегистрировался. Уважаемые родители, посылаю для примера отчет классного руководителя 5-го В-класса. Вы мне многие звоните и пишите, что регистрируются 14 лет. Как вы мне объясните, что пятиклажки 19 человек зарегистрировались в Вконтакте и 17 человек в Инстаграме? Мне просто стыдно за свой класс. Может быть в спорте 6-й Бэй молодцы, но в плане послушания, взаимопомощи дело обстоит очень плохо. Что? Дети по возрасту не проходят в эту соцсеть? Ну а как же тогда чинуши отчитаются о проделанной работе? Ну-ка быстренько, лайк и подписка. А вот что, соответственно, от руководителей требуют. Уважаемые руководители, напоминаю, что необходимо увеличить количество заинтересованных учеников, учителей и родителей в группах образования БГО для получения оперативной информации. Завтра в личные сообщения жду информацию по количеству подписчиков. Дети проводят очень много времени в интернете. Поэтому давайте, те, кто там еще не сидит, заставим в Инстаграме зарегистрироваться. Дети все наши фоточки с торжественного открытия лавочки пролайкают и потом пойдут опять уроками заниматься. Это же так и работает. Да, практически. А вот кто все это время лежал за настолкой крылья. Кстати, обзор на нее можно найти в моем Инстаграме. Подписывайтесь. Если вам понравилось это видео, обязательно поддержите меня лайком. Кроме того, не забывайте про подписку, комментарий, колокольчик. Огромное спасибо всем, кто является спонсором этого канала. Ну а я встречусь с вами уже на следующей неделе в понедельник в 17.00 по Москве в моем новом видео. Всем хорошего дня и до встречи.